Доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! С вами инструктор тренажерного зала Муртазин Ильдар. И сегодня я предлагаю рассмотреть такое общедоступное, но очень эффективное упражнение, как отжимание от пола. Выполнять мы его будем в трех вариантах. Широкая постановка рук, в среднем положении и с узкой постановкой рук. Возникает вопрос, каким образом определить правильное положение руки. В широком положении руки угол 90 градусов, в среднем положении 45 градусов и в узком положении путевой сустав скользит по ребрам. Предлагаю рассмотреть первый вариант. Принимаем исходное положение. Амплитуда выполнения максимальная. На вдохе мы опускаемся вниз, на выдохе поднимаемся вверх. Локтевой сустав смотрит строго в стороны. Поясничный отдел не провисает, следим за осаночкой. Движение плавное, без рывков. Итак, выполняем. Желательно выполнить порядка 10-15 повторений. Количество, конечно, может меняться в зависимости от тренированности человека. Следующий вариант – это среднее положение рук. Локтевой сустав, как я уже говорил, смотрит относительно корпуса под 45 градусов. Не спешим, движение плавное. Тоже стараемся выполнить порядка 10-15 повторений. И третий вариант – это отжимания с узким положением рук. Локти буквально скользят по ребрам. Держим осаночку. Поясницу сильно не прогибаем. И обязательно соблюдаем технику дыхания. Также хотелось бы подчеркнуть, что количество повторений индивидуальное. Для каждого оно свое. В том случае, если ваше количество меньше 10 повторений, есть облегченная форма выполнения этого упражнения. Выполняется это упражнение с колен. Смотрим, каким образом. Ставим колено. Соблюдаем прямую линию от ног к проходящему корпусу. Не прогибаем слишком сильно поясницу. Не выгибаем таз. Держим корпус ровненько. Опускаемся плавно. На вдохе поднимаемся на выдохе. В любом упражнении очень важна техника дыхания. В тяжелой фазе мы делаем выдох, легкий вдох. Затем меняем положение рук. Ставим их в среднее положение. Локти смотрят под 45 градусов. И затем переходим в узкое положение. Также продолжаем отжиматься. С вами разделил бодрое утро инструктор тренажерного зала Мухтазин Эльдар. Всем хорошего дня. Так, вы думаете, что общего между вашим котом и пылью? У вашей тещи на то и на то аллергия? Ну, может быть. Но я имела в виду другое. А именно то, что и коты, и пыль очень боятся пылесосов. Нет, домашних любимцев я вас пугать не призываю. А вот разделаться с пылью обязую. Потому что это будет полезно для вашего здоровья в первую очередь. Кстати, помощник в борьбе с ней пылесос был запатентован именно 30 августа. В 1901 году был запатентован электрический пылесос, принцип которого используется производителями по сей день. Британский инженер Хьюберт Сесил Бут, обратив внимание на применявшееся в поездах устройство для сдувания пыли сидений, рассудил, что было бы гораздо практичнее пыль не сдувать, а всасывать. Агрегат, разработанный британцем и получивший имя Пыхтящий Билли, был настолько громоздким, что перевозился лошадьми и располагался снаружи здания, которое следовало пропылесосить. Шланг протягивался в окно, его длина достигала 30 метров. Справиться с таким чудищем могли только 4 человека. Изобретатель основал кампанию по уборке помещений, клиентами которой были сама Королева Виктория, а также британское адмиралтейство. А еще 30 августа была учреждена Конституция Мордовской АССР. Думаю, вы знаете, как расшифровывается эта аббревиатура. Но если нет, то внимательнее смотрите далее и расширяйте свой кругозор. В 1937 году Второй чрезвычайный съезд Советов Мордовии принял постановление об утверждении Конституции Мордовской Автономной Советской Социалистической Республики. Основной закон закрепил факт преобразования Мордовской Автономной Области в Автономную Советскую Социалистическую Республику. Соответственно, изменился ее правовой статус. Исходя из национальных особенностей, был отнесен широкий круг вопросов в различных областях политической и социально-экономической жизни. Государственными символами МАССР являлись герб и флаг РСФСР с надписью на русском, макшанском и ирзианском языках. С образованием, упрочением Мордовской АССР и принятием ее Конституции завершился процесс становления Советской Национальной Государственности в Мордовии. Наш город и республика богаты местами для культурного проведения досуга. Театры, музеи, выставочные залы и многое другое. В общем говоря, у Министерства культуры всегда работы хватает. А знаете ли вы, когда оно было реформировано? Ну, несложно догадаться. Все верно, 30 августа. В 1953 году было реформировано Министерство культуры Мордовской ССР. До этого существовали Управления по делам культурно-просветительных учреждений и отделы культурно-просветительной работы в исполкомах местных советов. В обязанности Министерства входило общее руководство всеми учреждениями культуры и искусства республики. Работы у нового ведомства было немало, так как наблюдался заметный рост общеобразовательного и культурного уровня населения. Перед Министерством было поставлено множество задач, среди них осуществление государственной политики в сфере культуры, управление деятельностью подведомственных организаций, сохранение историко-культурного наследия Мордовии и другие. Время показало, что благодаря работе Министерства материально-технической базы культурно-просветительных учреждений значительно улучшилось, и это привело к развитию всех направлений культурно-просветительной деятельности. 30 августа – это 19-й лунный день. Текущее время положительно сказывается на общении в кругу у близких. Сейчас можно проводить семейные торжества, устраивать праздники, организовывать отдых. Период позволит укрепить связи и перевести их на новый уровень. Решение деловых вопросов на встречах и переговорах с партнерами также будет удачным. Ну а сейчас предлагаю послушать гороскоп для всех знаков зодиака. Овны. День обещает быть насыщенным на события. К вам должны заглянуть гости, будь то родственники или просто друзья. Общение в непринужденной обстановке будет способствовать сглаживанию прошлого недопонимания. В личной жизни также намечается всплеск активности. Тельцы. Вас ждет очень удачный день. Он хорошо подходит для того, чтобы освоиться на новом месте, сделать свой дом уютнее, а рабочее место комфортнее, а также порадовать близких приятными сюрпризами, положить начало дружеским или романтическим отношениям, которые украсит вашу жизнь. Близнецы. Сегодня вас то и дело будут отвлекать домашние заботы. Не только сиюминутные, но и те, которые давно накопились и требуют решения. Кроме того, близкие могут пытаться наперебой завладеть вашим вниманием, требуя помощи, понимания и поддержки. Поскольку разорваться вы не в силах, сегодня придется расставлять приоритеты. Раки. Сегодняшний день научит вас тому, что за все придется платить. И речь идет не только банально о деньгах. За свое здоровье, за душевный покой и любовь тоже придется расплачиваться. Не сейчас, так потом. Несколько ситуаций, возможно, жизненных драм, свидетелем которых вы станете сегодня, заставят вас пересмотреть собственную жизнь. Львы. Сегодня многие ваши планы увенчаются успехами. Ваши дела пойдут вверх, но часть друзей уйдет от вас. Ваши дела пойдут вверх, но часть друзей уйдет от вас. Вам придется опираться на поддержку покровителей и начальства. Этот день будет удачным, если вы укрепитесь в своих убеждениях и будете настойчиво идти к цели. Девы. Продуктивно работать в первой половине дня вам будут мешать бытовые вопросы, которые затянут с головой. Зато во второй половине может оказаться, что вас срочно ждут в другом городе и придется собраться в командировку. Вы будете вынуждены оставить невыполненными несколько дел. Оказывается, чтобы снять видеоролик, который будет пользоваться спросом в интернете, вовсе не обязательно придумывать захватывающий контент или взаимодействовать со зрителями. Новая мода, берущая начало в Южной Корее и называющаяся Gong Bang или Study With Me, предлагает вниманию людей нечто совершенно иное. Студенты включают видеокамеру, садятся за стол и учатся. Именно так. Видеоролики, в некоторых случаях длящиеся по несколько часов, показывают лишь то, как молодые люди занимаются, пишут что-то в тетрадях и перелистывают страницы книг. Так что же заставляют студентов снимать на видео свои занятия? Многие из них впоследствии используют видеоролики, чтобы доказать родителям, что они действительно учились, а не развлекались. Куда интереснее вопрос, чем же зрители привлекают такие скучные кадры? Ответ прост. Мотивации. Точно такие же студенты, приступая к занятиям, ставят на компьютере нудный клип, который уж точно не отвлечет их. А если же молодые люди и девушки захотят сделать незапланированную паузу в обучении, то герой видеоролика всегда напомнит им о том, что время для перерыва еще не настало. В общем, думаю, очередная реформа образования не за горами, и такой способ обучения внедрят на государственном уровне. Ну а что, если вам интересны другие новости, не менее любопытные, то внимательнее смотрите нашу следующую рубрику. Подготовка ребенка к 1 сентября вызывает финансовые трудности у 50% родителей. Об этом свидетельствуют данные опросов ЦИО. У каждого второго опрошенного подготовка к 1 сентября вызывает определенные финансовые трудности, но они рассматриваются как посильные. Для каждого пятого сборы к 1 сентября связаны со значительными тратами, к которому нужно подготовиться заранее. Почти половина опрошенных родителей полагает, что современные педагоги учат их детей хуже, чем их самих в свое время. При этом для 31% респондентов важно, чтобы учитель умел найти подход к ребенку. Для 30% родителей был грамотным и доступно преподносил материал. 72% опрошенных полагают, что школьных знаний мало для того, чтобы получить по ЕГЭ необходимое количество баллов для поступления в желаемый вуз. Для этого необходимы дополнительные занятия с репетитором. Один из сервисов путешествий составил портрет посещающего Крым туриста. Оказалось, что больше всего туристов в Крым прилетает из Москвы и Санкт-Петербурга. Среди населения городов-миллионников отдых на полуострове также популярен у жителей Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону и Самары. Средняя стоимость авиабилета в Крым традиционно самая дешевая в зимние месяцы. В частности, в феврале она была 4413 рублей. В период курортного сезона она максимальная и в июле достигла 8707 рублей. Отсюда популярность раннего бронирования. В среднем пассажиры, которые собираются отдохнуть в Крыму летом, покупают билеты за 50-60 дней, а зимой за 10-12 дней до полета. В зависимости от времени года меняется и портрет путешественника. Если в межсезонье это мужчины и женщины в возрасте от 40 до 44 лет, то летом от 34 до 44 лет, причем многие едут в отпуск с детьми. Доля мужчин и женщин примерно одинаковая. Правда, в зимние месяцы мужчин отдыхают больше, чем женщин – около 57%. Вероятно, это связано с тем, что мама летит на отдых летом с детьми. Ну а сейчас оставшиеся знаки с Диака – ваша очередь слушать звездные предсказания. Весы. С начала нового дня многим предстоит совершить прорыв в делах. Вы можете удивиться своим способностям и будете горды собой. Звезды обещают, что новые дела будут удачными. Перед началом трезво оцените проделанную работу и спокойно определите план дальнейших действий. Незачем охватывать необъятное. Главное – сохранить и приумножить праздничный настрой. Скорпионы. Вы столкнетесь с непониманием со стороны дорогого человека. Вечером вы осознаете свою неправоту и поспешите принести извинения. Восстановите романтическую атмосферу в доме, и вы будете удивлены, насколько отличными от других являются ваши отношения. Стрельцы. Организованность и целеустремленность – качества которых следует придерживаться в течение этого дня. Руководителям важно иметь под рукой квалифицированного толкового секретаря, способного в короткие сроки справляться с поставленными задачами. Благоприятный день для совещания, беседы с начальством. Благоприятный день для совещания, беседы с начальством или подчиненными. Козероги. Сегодня вам благоволит удача. Для вас открыты многие дороги и необходимы информационные каналы, а окружающие люди относятся к вам с пониманием и теплотой. Недоступность той или иной цели, вероятнее всего, объясняется какими-то препятствиями, которые в данный момент неустранимы. Водолей. Многое будет складываться не в вашу пользу. Не стоит сетовать на судьбу за испорченные планы. Просто вам действительно пора основательно взяться за дела, которые важны для ваших перспектив. Не следует тут же заменять потери аналогичными вещами или отношениями. Рыбы. Серьезная и подчас болезненная перетряска партнерских отношений сейчас почти неизбежна. Возможно, что многие из вас будут недовольны своим возлюбленным. Вам нужно понять, чего именно ожидают от вас окружающие. Обрести это понимание и, исходя из него, выстраивать свою судьбу. Настало время для моей любимой киношной рубрики, в которой я расскажу вам о киноновинках и не только. В общем, киноафишен на Родомутре. В четверг время кино и для начала немного новостей из мира кинематографа. В сети появился первый трейлер документального фильма «Гая Гуйдуа» о Мадонне «Мадонна. Рождение легенды», в котором он использовал архивные фото и видео, а также письма поп-звезды. Мадонну в картине сыграла начинающая актриса Джейми Олд. Картина расскажет о юности одной из самых знаменитых певиц в мире, а также о ее участии в группе «Брекфаст Клаб», которую Мадонна основала вместе со своим бойфрендом Дэном Гиллороем. Именно в честь этой группы получила свое название «Лента в американском прокате». В 1981 году Мадонна уходит из этой группы ради другой «Эми и Эмис», а затем и вовсе отправляется в свободное плавание. Посмотреть на творческий путь эпатажной персоны можно будет осенью этого года. Окончательная дата релиза уточняется. Также стоит отметить изумительное сходство Джейми Олд и молодой Мадонны. Фанаты другой не менее яркой дивы, одной из самых успешных поп-исполнительниц 21 века Арианы, также вскоре смогут увидеть документальный фильм о своем кумире. Еще в 2016 году режиссер Питер Берг задумал снять его. Постановщик вдохновился работой со звездой во время съемок картины «Морской бой» и решил показать ее личную историю на экране. В документальном фильме Ариане он планирует показать не только становление музыкальной карьеры певицы, но и ее личность. Сейчас Берг активно работает над завершающими штрихами документальной картины. В своем недавнем интервью он заявил, что лента Ариане появится на экранах уже ближайшей осенью. Каких-либо специфических деталей предстоящего проекта режиссер не раскрыл. Печальная, хоть и ожидаемая новость для поклонников сериала «Теория большого взрыва». CBS и Warner Bros. TV официально объявили о том, что грядущий 12-й сезон сериала, премьера которого состоится 24 сентября этого года, станет последним. О завершении сериала компания объявила в общем официальном комментарии. «Теория большого взрыва» таким образом закончится на 279-м эпизоде весной 2019 года. За 12 лет своего существования сериал получил 52 номинации на «Эмми» и 10 статуэток. Последним станет и восьмой сезон для знаменитой «Игры престолов». Вот только его премьер могут отложить до лета 2019-го. В июле этого года Кейси Блойс, президент HBO, порадовал поклонников «Игры престолов» сообщением о том, что премьера восьмого сезона состоится в первой половине 2019-го года. Радовались фанаты сериала, однако, преждевременно. Судя по новому комментарию Джо Бауэра, который руководит созданием спецэффектов для «Игры престолов», возвращение сериала в эфир могут отложить до конца мая – начала июня 2019-го. Отметим, что если «Игра престолов» действительно стартует в эфире HBO только летом, последний сезон сериала не сможет претендовать на «Эмми». Согласно правилам самой престижной телевизионной премии мира на «Эмми-2019» смогут претендовать только сериалы, выходившие в эфир в период с 1 июня 2018-го по 31 мая 2019-го. Есть, впрочем, и хорошая новость от того же Бауэра. Он рассказал, что уже в феврале 2019-го года начнутся съемки сериала-приквела «Игры престолов», по крайней мере, пилотного эпизода. Ну а теперь переходим к главному вашему вниманию кинопремьеры этой недели. И первая киноновинка – романтическая комедия «Как женить холостяка». В центре сюжета фильма оказывается убежденный холостяк Фрэнк и одинокая красавица Линси. Они незнакомы, но оба приглашены на одну и ту же свадьбу. Фрэнк – к своему сводному брату, с которым у него довольно напряженные отношения, а Линси – к бывшему парню. Герои везде оказываются вместе – в самолете, в такси, в отеле и на самом торжестве. Так, как будто это чей-то хорошо продуманный план, чтобы, наконец, женить Фрэнка. Линси и Фрэнк испытывают неприязнь друг к другу, но, как известно, от ненависти до любви всего один шаг. Кто это? Мне кажется, это горный лев. А может, это ягуар? Какая разница, кто нас сожрет? А может, Пума? Твою ж мать. Вторая кинопремьера сегодня – фантастический хоррор «Выжившие». Молодая девушка по имени Джулиет всю жизнь мечтала даже и до конца света. И так случилось, что ей удалось пережить апокалипсис. Как только умерли люди, появились они – выжившие. Эти твари захватили мир. Они повсюду загоняют людей в свои ловушки. Неясно, из этого мира выжившие или нет, но они охотники. А люди для них являются добычей. Джулиет путешествует из города в город в поисках еды. Однажды она не справляется с управлением машины, и та переворачивается. Очнувшись, девушка понимает, что ее нога сломана, а вокруг – кромешная тьма. А именно ночью выжившие особенно опасны. Они повсюду и загоняют нас в свои ловушки. Я не знаю, живы они или мертвы. Из этого мира или нет. Но они охотники. И их добыча – это мы. И последняя премьера сегодня – мультипликационный фильм «Тайная жизнь пингвинов». Четвероклассник Айяма каждый день делает записи в своем дневнике. Он записывает туда все свои открытия. Однажды в маленьком городке Айяма, который находится достаточно далеко от берега моря, происходит нечто крайне необычное. Прямо на глазах у парня девушка из стоматологической клиники выбрасывает бутылку, и та превращается в пингвина. Мальчик решает разобраться с этим загадочным явлением. Существа непонятного происхождения появляются повсюду одно за другим. В этом городе происходят очень странные явления. Что-то неземное приземлилось в этом месте. Мне кажется, оно хочет предупредить нас о чем-то важном. Что ж, на сегодня это все. Ходите в кино почаще и с удовольствием. Девы, родившиеся 30 августа, невероятно сообразительные, быстрые и ловкие. Ум и физические данные входят в число ваших основных достоинств. Творческие, выразительные, вы красноречивые, отлично владеете словом. Проницательные и дальновидные вы прекрасно проявляете себя в исследовании и понимании глубинных мотивов окружающих. А кто из знаменитых родился в этот день, узнаем далее. В 1860 году родился Исаак Левитан, выдающийся русский живописец. У будущего художника рано проснулась любовь к живописи. Больше всего Исааку нравилось рисовать пейзажи. Они получались у него лучше всего. Левитан окончил Московское художественное училище. Выставлять свою картину он начал в 18 лет. Большую часть своих работ молодой художник написал в Московской и Тверской губерниях. Позднее были крымские и волжские этапы творчества. Произведениях Левитана пользовались большой популярностью. Его картина «Осенний день и Сокольники» была куплена большим ценителем живописи Третьяковым. После Исаак Ильич преподавал в Московском училище живописи, выпускником которого и являлся сам. Участвовал в всемирных выставках, где его картины всегда пользовались заслуженным успехом. В 1863 году родился Сергей Прокузин-Горский. Русский фотограф, химик, изобретатель, издатель, педагог и общественный деятель. Он учился в Александровском лицее, закончил технологический институт в Санкт-Петербурге, где посещал лекции Менделеева. Изучал также живописи в Императорской академии художеств. Затем Сергей Михайлович продолжил свое обучение на химиках в Берлине и Париже. За границей он увлекся фотографией и начал исследовать новую область, цветную фотографию. Прокузин-Горский много ездил по России, фотографируя все, что считал достойным сохранить навечно. Он внес значительный вклад в развитие фотографии и кинематографии, создал коллекцию фотографий, на которых была запечатлена в цвете вся Российская империя. В 1804 году родился Александр Полежаев, русский поэт, уроженец села Розаевка, Пензенской губернии. Юноша поступил больным слушателем на словесное отделение Московского университета. В это время им была создана поэма «Сашка», содержавшая критику порядков в Московском университете и описание вольных нравов студенчества. За это автор был отправлен на службу в пехотный полк. На фронте он проявил храбрость и был представлен к офицерскому чину. Имя Александра Ивановича Полежаева сохраняется в сокровищнице русской поэзии благодаря лирическим стихотворениям. В них есть страстная сила, ритмический напор и романтический огонь, свойственные только ему одному. В Мордовии высоко чтут память Полежаева, одна из центральных улиц, названная его именем, а на перекрестке улиц Пролетарской Полежаева в 1967 году открыт памятник поэту. Ну вот и подошла к концу наша утренняя программа. Она вернется к вам уже завтра, и я вернусь тоже. Все выпуски «Народного утра» смотрите на нашем YouTube-канале, а еще пишите и звоните нам, если вам есть что сказать. И обязательно проводите этот день очень круто. Всем пока-пока, до нового утра! Субтитры подогнал «Симон»!